САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА Победу в самом мощном классе, а заодно и абсолютную, одержала яхта «Сани». А вот в классе «Мини» первой пришла, несмотря на запоздалый старт, «Мистраль-5». Регата, посвященная Владимиру Семеновичу, в которой экипаж судна участвует далеко не в первый раз, занимает особое место в их жизни. Это как бы макушка лета. И вот после вот этой регаты, как бы, лето уходит на осень. И вот как-то у меня в календаре, в моем личном, внутреннем, то есть вот регата прошла Высоцкого, все, скоро осень. В этом году участников ждало серьезное испытание в виде быстрого течения из-за высокой воды в реке. Куберская ГЭС сбрасывает очень много воды, и поэтому течение в районе города Самара очень сильное. И поэтому их смену приходится учитывать этот фактор немаловажный, и сопоставлять его с силой ветра. И вот как раз это явилось определенным таким экстремальным условием в сегодняшней регате. Регата, проходящая уже в 17-й раз, имеет по-настоящему международный масштаб. На старт выходит не только в Самаре, но и в акваториях Тольятти, Петербурга, Сочи и Владивостока, где участвуют более 300 экипажей, в том числе из Китая и Японии. Людмила Ханчина, перенявшая руководство регатой после смерти своего отца, идейного вдохновителя, приятно поражается этим цифрам и точно знает, что это не предел. Прочитала последние строчки книжки моего отца Всеволода Ханчина, который с ним был лично знаком. Они заканчиваются так, что пока я живу, когда Сева, мой папа, был жив, то пока могу, а можешь, значит, делай. Смерть поэта 25 июля каждый год над Волгой будет лететь стая парусов. Организаторы обещают, паруса под гитарный аккомпанемент с берега еще долго будут реять над Волгой в середине лета, вспоминая гениального поэта. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов, События. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи!